Проверяем её на микроспорию трехофитию, то бишь на грибковые заболевания. К счастью, Муся просто расчесал оранку. Надо обработать и сделать противовоспалительный укол. Александр Волобуев занимается животными более 30 лет. Он лечит всех от лошадей до хомяков. И всё это время его работа была выездной. Теперь же он всё чаще принимает пациентов здесь. Победа в конкурсе «Своё дело» и финансовая поддержка помогли закупить стационарное оборудование, операционный стол и не только. Если в домашних условиях некоторые манипуляции были затруднены, здесь же я могу приводить не только внутрибрюшинные операции, но и более сложные, так скажем. Эта сфера ещё здесь не развита, именно оказание по непродуктивным животным. Пытаемся это всё развивать. Хотелось бы в дальнейшем создать клинику со стационаром, чтобы непосредственно животные могли у нас оставаться на пару-тройку дней, если это потребуется. Финансовую помощь на развитии своего бизнеса получил и Алексей Черных. Это плазменная резка. За считанные минуты из листа металла она делает десятки заготовок. Будущий заказ Алексея Черных, экономиста по образованию и мастера металлообработки по призванию. Ещё полгода назад он числился безработным. Сейчас же руководитель своего собственного производства. И всё благодаря проекту «Центра занятости. Своё дело». Бизнес-план Алексея был признан в Старом Осколе лучшим. Результат – финансовая помощь в 200 тысяч рублей. На что он и закупил первоначальное оборудование. Благодаря этому проекту мы начали, запустились. Купили оборудование необходимое, которое дало мне толчок вообще начать работать. Иначе бы я просто бы не запустился. К работе приступил к осенью прошлого года. Сейчас на его счету почти два десятка заказов – от маленьких за несколько тысяч до больших, стоимостью более 200. Проект, благодаря которому люди с инвалидностью получили возможность открыть своё дело, стартовал в Белгородской области ещё в прошлом году. Те, кто вышел с интересными и прибыльными идеями, получили поддержку. Помогали и разрабатывать бизнес-план. Там же, в центрах занятости. Мы его проинформируем, как организовывать бизнес-план, как его писать, как его подвести человека к возможности организовывать собственное дело. Чтобы он уже подошёл к этому моменту, проанализировал свои данные, свои умения, свои навыки, составил бизнес-план, чтобы он рассчитал, будет ли он для него выгоден. Проект «Своё дело» в 2019-м сменился на аналогичный – самозанятость. Финансовую поддержку смогут получить 40 человек. Не только безработные, инвалиды, но и другие граждане, стоящие на учёте в центре занятости. Все заявки, которые поступят, они будут размещены сразу же на сайте управления. То есть будет видно, кто зашёл на конкурс, каковы результаты конкурса, разработаны критерии оценочные. Всё это будет прозрачно. По результатам первого квартала у нас в конкурсе участвовали 6 человек, 4 победителя определены. Они уже начали получать финансовую помощь. Желающие открыть своё дело, всю информацию смогут найти на сайте Управления по труду и занятости населения области в разделе «Ищем работу». Заявки с идеями безработные граждане смогут оставить в центре занятости по месту жительства.